Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня мы поговорим о Google Pixel 7, а точнее о том, как работает сканер отпечатка пальцев и распознавание по лицу. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это по поводу разблокировки по лицу, так как в Google Pixel 7 и 7 Pro добавили разблокировку по лицу. Но, смотрите, здесь просто фронтальная камера, никаких датчиков дополнительных нет, и работает разблокировка по лицу, так как работает у множества других смартфонов Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo и множество других. Здесь это появилось только в Google Pixel 7 и 7 Pro. Да, там не учитывая того, что было в Pixel 4 и XL, да, там специальные датчики были по типу Face ID у iPhone. Мы учитываем все другие модели. Так вот, так как это программная фишка, почему это нельзя было внедрить ранее, и почему это нельзя было внедрить в все предыдущие смартфоны. Я прекрасно понимаю, что Google хочет точно так же зарабатывать деньги, и чтобы покупались новые смартфоны для новых фишек, но, к сожалению, это нюанс. Нюанс и то, как работает здесь. Давайте посмотрим. Работает здесь хорошо, но есть некоторые иные. Ну вот, давайте. Сейчас я направляю смартфон на себя. Расстояние порядка, там, ну не знаю, 50 сантиметров. Вот пробуждаем смартфон, он разблокирован. Давайте еще раз пробуждаем смартфон, он разблокирован. Пробуждаем смартфон, он разблокирован. Давайте под небольшим углом. Пробуждаем смартфон, разблокирован. Пробуждаем смартфон, разблокирован. и еще раз разблокируем. Давайте еще немножко больше угол сделаю, и меня, может быть, даже сейчас и не видно. Да, явно, что не видно. Вот так вот работает. Так, второе. Работает ли в горизонтальном положении? Давайте пробуждаем смартфон, разблокировано. Пробуждаем смартфон, разблокировано. И еще раз разблокировано. Здесь вопросов никаких нет. Но, смотрите, все еще на сегодняшний день, это где-то начало марта 2023 года, разблокировка по лицу в плохом освещении или практически в темноте, ну, можно сказать, либо не работает, либо очень-очень плохо работает. В то время как, опять-таки, в аналогах, при плохом освещении разблокировка еще довольно-таки неплохо работает. Google пока, ну, вот в Pixel или не доработали ее, или она, может быть, так и будет работать. Но я думаю, что с обновлениями еще усовершенствует и будет это все хорошо работать. Во всех остальных случаях отлично работает. Вопросов никаких у меня к разблокировке по лицу нет. Срабатывает всегда. Все хорошо, все отлично. Так что можно пользоваться, кроме как плохого освещения. Ну, плохое освещение, но это совсем плохое освещение. Это когда на всю комнату будет включена только прикроватная лампа, вы будете находиться в другом, в противоположном углу комнаты, и тогда вот плохое будет распознавание тогда. Далее. По сканеру отпечатка пальцев. Опять-таки, вопросов нет. И почему тоже стоит об этом говорить? Просто потому, что в предыдущих версиях смартфона, например, в 6, 6 Pro, с этим были проблемы. Распознавание было, ну, очень-очень плохим. И по лицу там также не разблокировался смартфон. Так вот, в 6А немного исправили сканер отпечатка пальцев. Он стал лучше, а вот в 7 он стал значительно лучше. Во-первых, расположение удобное, не высокое и не низкое. Вот находится, ну, так, что вы палец просто прикладываете, и все, не нужно его ни изгибать вниз, не нужно тянуться ни вверх, никуда. Вот просто прикладываете, и все. Ну, и то, как это работает. Смотрите, вот прикладываем палец, разблокировано. Прикладываем палец, разблокировано. Прикладываем палец, разблокировано. Все отлично. Даже если вы немного там не идеально в центр попадаете, то все равно разблокировано. И даже если здесь немного не в центр, то все равно разблокировано. Но чтобы не разблокировался, нужно очень большой разброс. Вот, к примеру, даже, ну, вот не разблокировался. Даже пол пальца и то распознает нормально. Здесь все хорошо. Говорили, что если палец немного влажный, говорили, что если палец немного грязный, тогда вовсе не распознается. Нет, неверно. Вот делаем мокрый палец, прикладываем и разблокировка есть. Прикладываем, разблокировка есть. Да, может быть не идеально, но чтобы вы видели, что палец действительно был влажным. Грязный, но нужно, чтобы он был в действительности сильно грязным. Что мы сейчас делаем? Берем любое защитное стекло, которое у меня было. Оно не использовано. Здесь есть еще дополнительная пленка на стекле. Ее нужно будет снимать. Мы прикладываем к смартфону. Просто прикладываем. И давайте посмотрим, как будет работать распознавание отпечатка пальцев. Так, есть. Смотрите, давайте еще раз. Есть. И еще раз. Есть. Давайте еще разок. Есть. Все отлично срабатывает, даже через защитное стекло, не установленное, не наклеенное и еще с пленкой. Так что проблем с отпечатком пальцев здесь нет. И он работает примерно так же, как и у большинства. Не знаю, там, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo. Он отлично работает под экранный сканер отпечатка пальцев. Процент срабатывания, ну, не знаю, там, 98, 99 из 100, 9 из 10. Ну, это точно. То есть вопросов нет. И он самое основное, то, что он лучше, значительно лучше, чем в Pixel 6 6 Pro и лучше, чем в Pixel 6a. Соответственно, ну, вот так вот проблем по разблокировке смартфона. Больших нет. Единственное, может быть, при распознавании лица, при плохом, очень плохом освещении, возможно, как-то еще исправят. Во всем остальном, все отлично. Разблокируется быстро, хорошо и есть вариации. Ну, Google, можно было бы добавить на все предыдущие пиксели распознавание по лицу.